Всем привет-привет, ребята! Меня зовут Женя Гейн, кто не знает, рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет теговым. Тег называется «Легко ли быть девушкой?». Его мне давным-давно передала Елена864, все ее знают. Это классный-классный блогер. Мне никак не удавалось снять это видео, но вот, наконец, пришло время. Спасибо, Лена, огромное, что ты передала мне этот тег. Я так ярко одета, потому что мы сейчас находимся на море. Я решила воспользоваться тишиной и спокойствием и снять этот тег для вас. Ой, я, кстати, сделала скриншот, вот сама Лена, и под ее видео были вопросы. Я быстро сделала скриншот и ждала момента, когда сниму это видео. Вот, наконец-то, я сняла его. Первый вопрос. Сколько времени тебе нужно на макияж? Смотря какой это макияж, если вечерний макияж, то я трачу час, это точно, на макияж, потому что я его делаю более интенсивным, прорисовываю, делаю растушевку, делаю контурирование лица более интенсивным. В общем, конечно же, час. А если это легкий повседневный, там, дневной макияж, 15 минут это точно уходит у меня на макияж, потому что особо я так ничего не делаю, только там тон, стрелки и реснички там максимум. Вот. Можешь ли ты выйти на улицу без косметики? Конечно же, могу. Я постоянно без макияжа. Иногда только брови свои подправляю, потому что они у меня уже выцвели. Я не знаю, как это правильно сказать, татуаж испарился на солнце. Дело в том, что я делала его год назад, вы знаете, я даже видео снимала. И в связи с тем, что я часто нахожусь на солнце, татуаж у меня быстро-быстро выцвел. Нужно было защищать аспекты постоянно, но я этого не делала, поэтому я вернусь сейчас в Алматы и я думаю, опять я сделаю себе макияж. Татуаж. Ты прибегала когда-либо к пластической хирургии? Хотела бы? Нет, я не прибегала к пластической хирургии. Я хочу себе сделать ринопластику, мамопластику, по-моему, мама-мамопластику. В общем, я хочу себе нос сделать более аккуратненьким, более маленьким, более ровненьким, более красивеньким. И хочу, конечно же, увеличить себе грудь. Сейчас, находясь на море, я все чаще стала наблюдать на пляжах девушек с такой красивой формой груди. То есть они в купальнике, у них все вот так стоит красиво, прямо вообще супер пипец. Ну, соответственно, у меня здесь пару знакомых, они тоже себе увеличили грудь давным-давно. И я смотрю на них, у меня бегут слюни. Я тоже этого очень желаю, но жутко боюсь. Может быть, кто-нибудь из вас, мои дорогие подписчики, делал это, посоветуйте. Мне все говорят, что у них на всю жизнь импланты, там ничего не нужно менять потом, через 15 лет. Но почему-то я в этом сомневаюсь. Как вы думаете, это правда? В принципе, я особо не парюсь там, чтобы там, ой-мой, не смотрите на меня, у меня нос. Нет, нос у меня такой, он странный. С этого профиля он какой-то уродский. С этого профиля он более-менее нормальный. Поэтому как-то я особо так не парюсь, смотрю на себя в зеркало постоянно вот с этой стороны. И забываю, что у меня, в общем, нос какой-то не такой. На самом деле, я насчет этого не комплексую абсолютно. Просто хотелось бы, конечно, быть идеальной, иметь идеальные черты лица и все, чтобы было идеально. Кого из знаменитостей ты считаешь эталоном женской красоты? Когда-то давным-давно я с ума сходила по Анджелине Джоли. Затем по Вере Брежневой. Потом по Мэган Фокс. И буквально месяц назад я посмотрела фильм с участием Скарлетт Йоханссон. Она там была такая секси, просто вообще. И в данный момент мне очень нравится Скарлетт Йоханссон. Мне нравятся ее пухлые губы. Мне нравится ее грудь, натуральная грудь, да, но она у нее пухленькая. Мне нравится, что она не слишком худая. Этим же мне нравится очень сильно Моника Белуччи. Мне нравится, что она очень женственная, у нее пухлые губы. Я люблю, когда у женщины пухлые губы и такие, знаете, мягкие, красивые формы. Можно я присяду немножко на диванчик, а то я на полусер. Самая бесполезная покупка из люкса и самая полезная покупка в масс-маркете. Самая бесполезная покупка была эта палетка от Lancome. Babydoll, по-моему, она называлась. Этой палеткой я делала, наверное, один макияж. Потом она у меня валялась, и каждый раз, когда я открывала тумбочку, смотря на нее, я думала, боже, зачем я ее купила, эту палетку? Зачем я потратила эти деньги, столько денег? Лучше бы я заказала себе там naked очередной, да, там за те же деньги. Ну, короче. Самая полезная покупка из масс-маркета. Мне очень нравится фирма Bourjois. Мне нравится у них румяна запеченная и тональные основы. Я от них просто балдею. Мне нравится One Two Three Perfect, по-моему, у меня была от Bourjois давным-давно. Сейчас я ее хочу снова приобрести. Сейчас у меня тоже другая тональная основа от Bourjois. Мне нравится масс-маркете Bourjois очень-очень сильно. Ты шапоголик? Да, я жуткий шапоголик. Раньше я была намного хуже, признаюсь вам. Сейчас я уже более такая сдержанная. Стараюсь не тратить деньги на ерунду. Сто раз обдумываю, нужно ли мне это. Я стала больше продумывать свой гардероб, если раньше я беспорядочно покупала разных цветов вещи и потом не знала, под что их надеть. Но сейчас я думаю об этом и стараюсь подбирать уже определенный какой-то образ по себе, в общем, вещи, которые нужны для этого образа конкретно уже. Были ли у тебя резкие перемены в имидже? Я думаю, многие заметили в инстаграме, что у меня, наверное, каждый месяц, каждые два месяца меняется стиль. У меня какой-то смешанный стиль, и я до конца еще не могу определить свой стиль в одежде. Он у меня еще формируется. Ты романтик? Я абсолютно романтик. Я люблю смотреть романтические комедии, романтические мелодрамы. Я чувствительная. Ну, я романтик, да. Расскажи про свой первый поцелуй. Ну, первый у меня поцелуй был без языка, наверное. Было ли у тебя когда-то свидание вслепую? Дело в том, что до замужества с мужем мы с моим были знакомы очень давно. Я, может быть, сниму об этом видео, когда-нибудь расскажу вам историю, знакомство. Где-то за год до нашей свадьбы примерно мы с ним не встречались, но мы знали друг друга очень давно. Я ехала за рулем, мне позвонил мой будущий муж, но он об этом и я об этом мы, соответственно, не знали. Он спросил, встречаюсь ли я с кем-нибудь, я сказала, ни с кем не встречаюсь. Он сказал, что у него есть супердруг какой-то, очень хороший мальчик, вы должны с ним встретиться, познакомиться, и я думаю, из вас получится хорошая пара. Я пошла на свидание вслепую, и когда мы с ним встретились в кафе, я сидела и не могла дождаться, когда я уеду домой, вы себе не представляете. В принципе, мальчик был симпатичный, хороший, но не мое вообще. И я не могла почему-то ему признаться в том, что он мне не понравился, извини, мне не звонить. У меня такая жуткая была привычка, когда ко мне начинали перезванивать после свидания какого-либо, я не брала просто тупо трубку, и все. Как часто у тебя бывают истерики? Я часто реально истерю, я не знаю, как меня терпит муж, как бы я стараюсь с годами быть все равно мудрее. Как думаешь, тяжело ли быть девушкой? Какие в этом есть плюсы или минусы? Вот здесь у меня сейчас смотрят мальчишки, слушайте, девушке будет очень тяжело. Если вы думаете, что нам все так легко, то вы глубоко ошибаетесь. Во-первых, у нас идут месячные, это кошмар. Ну, давайте по чесноку, мы же не будем все, ой, у нас нет месячных, мы не пукаем и не какаем. Да, это самое ужасное, что, наверное, с нами происходит. С одной стороны, это классно, да, что наш организм очищается, а с другой стороны, это катастрофа каждый месяц, да. Второе, мы рожаем детей. Это адская боль, это 9 месяцев вы переживаете, чтобы с вами ничего не произошло, чтобы ничего не произошло с вашим ребенком внутри. Потом вы рожаете, переживаете этот стресс неимоверный, потом депрессия после родов, потом еще вы дальше его воспитываете, потому что мужчины, наверное, процентов 70 мужчин не участвуют в развитии ребенка первые пару лет, это точно. Поэтому первые пару лет в основном женщина все сама делает. При этом женщина должна выглядеть хорошо, быть ухоженной, иметь красивые волосы, иметь хорошую фигуру, иметь симпатичную внешность, да, там, как-то следить за собой, там, как-то корректировать свою внешность, там, подкрашивать, что-то уменьшать, увеличивать, развиваться, плюс читать книги, там, духовно, муз, увлекаться рисованием, музыкой, танцами. На самом деле это очень тяжело, мы себя совершенствуем каждый день, и поэтому девушкой быть ужасно тяжело. Запомните, мальчишки, какие плюсы того, что мы девушки? Мы можем рожать, опять же, детей, а вы не можете рожать детей, вот. Мы, женщины, являемся музами для вас, мужчин, поэтому это и есть прекрасно. Надеюсь, вам понравилось это видео, если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok